здравствуйте дорогие друзья сейчас у нас будет обзорчик про смартфончик oneplus 2 момент снятия обзора май 2016 года сейчас он уже не новинка так давайте уберу из кадра лишние смартфоны сейчас май 2016 года сейчас мы уже не новинка скоро должен презентовать в июне oneplus фирма свой новый oneplus 3 мне он будет очень интересен потому что мне в принципе понравился oneplus 2 практически во многих аспектах но не во всем во всем говорить глупо во всем мне не нравится ни один смартфон не iphone 6s не 6s plus не семьи семейш не lg в 10 не на ксу 6p и т.д. и т.д. и т.п. не визу 5 про не с вами опять теми всеми которыми я владею в общем oneplus 2 я уже рассказал в предыдущих обзорах про его эргономику как он лежит в руке все в принципе идеально в этом смартфоне по его цене опять же все понимаете при любой покупке мы в первую очередь отталкиваемся от ценовой политики того или иного гаджета и вот по цене 380 долларов говорю в долларах дабы было понятие потому что люди смотрят с разных стран меня за 380 баксов этот смартфон приобрести ну просто не знаю просто сказка здесь 464 версия максималка максимум эдишн то бишь оперативка здесь еще и скоростно помимо того что 4 гигабайта так она еще на шине lpd r4 то бишь на которой построен современный флагман samsung и семейдж но в принципе и по моему galaxy s6 galaxy s6 и годовалые тоже были на этой шине в общем 64 гигабайта тоже очень много но micro sd не вставляется ладно про эргономику не буду про характеристики не буду ну так вкратце 810 здесь snap стоит снаб dragon ну он просто здесь не максимально опять же немножко урезанные частоты вот смотрите как классно можно выдернуть в любом месте так сейчас там обновление идет секундочку сейчас в общем бенчевали мы его уже играли в асфальт 8 сравнении с другими смартфонами сейчас мы поставлю тот триггер переключайте в крайнюю верхнюю позицию он блокирует все входящие звонки смс киттп ну хотя у меня сейчас режим самолетик в принципе заблокировал тоже в смысле закачал игрушки давайте посмотрим сколько памяти и 64 пользователи досут на 54 то бишь 10 гигабайт там резервируется под систему под нужной системы под android сейчас из 54 у меня занято 13 гигабайт 41 еще остался я закачал уже куча куча всего там всякие ролики рекламы всякую ерунду короче и вот игрушки некоторые игрушки от которой я буду сейчас тестировать вместе с вами давайте запускаем сейчас буду показывать игрушки те которые я не играл то бишь а давайте звук или звук подождите никому потому что да нет вроде ли нужно включить вот эту фигню ну да чтоб звук появился так ну чё там я не пойму давайте на паузу пока поставлю какой-то фантастический блокбастер как вроде там обещали ну не знаю честно говоря игру я это не видел но давно как-то читал про нее так мы сейчас опять на паузу пока не запустится промотать нельзя 2375 год нашли новую планету сделали из нее дом ну давайте перемотаем сейчас подождите если должно быть новый рекрут блин давайте а тут можно было что-то выбрать я промотал ну ладно ну куда уже сама игра начнется слушайте болтовни конечно куча все началась игрушка смотрю через камеру поэтому может конечно будет играть неудобно ну слушайте графика в игре вообще офигительная короче завалили шахтера он начинает расследовать походу ну что раздражает много болтовни вонючая так у нас пушка то есть вообще напоминает очень шадоу ган как-то вот слушайте ну не могу я смотреть через камеру буду так смотреть так понимаю за мной это бежит обалдуй гатопадлая Ни хрена себе здесь Тараканы лазают Сейчас проведем здесь Самопеднадзор Что там еще случилось Завалило проход Ну короче игрушка Жутко интересная Ну что-то мне в нее играть особо как-то и не кайф Не знаю почему А прыжок здесь есть В общем вот такая игрушка Можно поиграть на досуге Поскакали дальше Стратегическая игрушка Я ее купил Та была игрушка бесплатная Редсан не помню То ли за 169 рублей то ли за 69 Сейчас запустится пока на паузу ставлю Ну вот выберем там любую миссию Сейчас поиграем Говорят что это игрушка Типа Command Conquer Такой Old School Games Что-то я не понимаю А нужно походу это Разложиться в базу Ну да Я понял Да в натуре Начало такое На Command Conquer Похоже очень Кто помнит игрушку Command Conquer Ребята Кто играл в нее В 90-х годах Есть еще живые Старая гвардия Был Command Conquer Потом вышел Red Aller Который Ооо Construction Complete Это вообще прям Бальзам на душу Сказали Это электростанцию мы походу построили Это наверное завод Где будет Харвест Харвест Лазить Если здесь есть Харвест Ооо есть Вот и минералы Слушайте Это мне вообще Бальзам на душу Реально Офигеть Кто играл В эту игрушку Лет 20-25 назад Меня поймет А вот она Это мы бараки Наверное построили Ага Да Баракс А вот War Factory Военный завод Офигенно Я не знаю Как здесь конечно Бои будут идти Но здесь Мне вот это что нравится Радар строишь Радар Чтобы убрать На карте Черное пространство И музыка такая Интересная Ну вообще Прям Арморе Броня какая-то Интересно что это Ну вообще Честно скажу Конечно Нужно всегда Развивать сначала Харвестеры Или электростан Еще одну Не хватает средств Сейчас еще Один сделали Завод по добыванию Спайса Не хватает денег Сейчас харвестеры Принесут денег А вот так Можно обхватывать Видите Ваших ленихов Вообще Ну ребята Я же говорю Нереально Бальзам надо Прямо Эти все Аформатив Выражение А вот Можно уже построить Hellpad вертолётную площадку. Так, вполне неправильно. А как же их... Как же их это, сбросит управление? А что-то я не пойму. Что здесь вообще такое? Это скан, что ли? Не совсем, конечно, удобно управлять. Непривычно управлять. На планшете, конечно, играть будет удобнее. Здесь всё мелковато. На смартфоне, даже на большом смартфоне. Ну, если у вас только не какой-нибудь 6-дюймовый агрегат. Или типа даже на XS. Оба, на 6. Напали гомосейки, а? Выродки, а? Ну что, сейчас от петрушек. О, я думал, конец, ещё отбились, надо же. Такие же, короче, от стрельбы, от взрывов остаются отпадины. А что они не едут? Ну, по-моему, хорвестеры у меня есть или хорвестеры замочили мои? Походу, хорвестеры нагнули мои. Ну, всё, короче. Ладно, игрушка офигенная. Выходим давайте с неё. Да, вот так, некорректно давайте выйдем. Вообще бомба. Ну, как-то, конечно, всё мелковато. И я жгу на планшете, я в неё поиграю. Ну, очень интересно. Называется эта игрушка. Первая называлась Exiles Free. Есть она ещё платная. 379 рублей. Это бесплатная. Это платная только. Red Sun, красное солнце. И она, видите, очень такая олдскульная для современных геймеров, кто, наверное, рос в тысячных. Может, она покажется неинтересная. А вот кто в 90-х уже повзрослел или юношество становление было в то время, тем, покажется, может, очень интересным проектом. А, тут надо закачивать. Ну, всё, слушайте. Закачка пошла. Всё. Vivid Games, кстати. О, на движке Unreal 4 ничего себе. Real Boxing 2. Сейчас посмотрим. В общем, на OnePlus'е всё идёт шикарно. Но единственное, что какие минусы OnePlus, во-первых, греется сверху, вот здесь. Ну, сейчас не нагрелся, кстати, вообще в этих играх. Вообще никак не нагрелся. Удивительно. Ну, и рассаживает батарейку он сильно. Греется, в общем, и сильно рассаживает батарейку. Может, не в этих игрушках, может, в других, более энергоёмких. Которые напрягают сильнее видюху, и процессор, и оперативку, и память вообще. Видите, игрушка, конкретно эта сортяжка вообще его не нагрела, что приятно. Давайте, ребята, уже заканчиваем тут. О-о-о, красавчик! О-о-о, Пола Крич! Круто! Блин, ты даже раньше эту игрушку не смотрел, никогда на Бадону его посмотрели здесь. О-о-о, сейчас по Пола будет радко! Круто! О-о-о, этот Джерри, как там вызвали этого по фильму? Тренеру. Ну, что надо неправильно? Тоже классная игра. Слушайте, три классных игры. Понятно, что они в разном жанре все, но, тем не менее, они заслуживают места на планшете или на вашем мобильнике. Блокируемся. Ну, все, началось. Итальянский зеребец. Да, классный фильм был. Руки, конечно, все себе враильнее. Также посмотрите фильм, кто не видел, забойный реванш. Вообще, офигенный этот фильм. Я его давно посмотрел, несколько лет назад. А вот, кстати, крит наследия до сих пор не посмотрел. У меня он давно уже есть. И на блю-рей диски закачивал я его, но так и не смотрел. Ну, все, Аполло Крит еще и намял итальянскому жеребцу. Пока. Ну, пока идет обучение дурацкое, не дают поиграть самому нифига. Ну, графика офигенная. Вообще, вот, супер. Супер. Столоны, конечно, не совсем на себя похожи здесь, но... Вот Аполло Крит сделали лучше на себя похожи, чем Столоны. Аполло намного лучше лицо прорисовано. Ну, вы знаете, сейчас такое ощущение, что немножко и притормаживает эта игрушка на аван плюс два. Извиняюсь, убрался. Прикол такой, короче. Переход. Типа их по телеку наблюдают, а сейчас типа выбираешь себе перейти к созданию бойца. Прикол вообще. Давайте кожу потемнее немножко. Чтоб она темнее не становится. Написано, тон кожи. Меняю он как был, каким-то от белоснежки. Я таким и остаюсь. Ладно, давайте ничего не буду. Короче, здесь можно поковыряться, волосы там, всю червю настроить. Вот так, выдавали. Ну, слушайте, игра классная. Но она не очень хорошо идет на OnePlus 2. Она его тоже не нагрела. Вообще никак. Не знаю. Ну, у OnePlus 2 вообще очень странный смартфон. То он греется просто охереть как. В некоторых игрушках, таких как танчики, таких как он килет. И там еще что-то, я уже не помню. Асфальт 8, Need for Speed. Кстати, Need for Speed его меньше нагревает, чем танчики и асфальт. А в каких-то вообще не греется. Вот в этой игре он не греется, но как-то притормаживает. О, глядь, что за бред? Видели прикол? То волосы появились, то это, или что это вообще. Так задумано игрой. Вот видите, стамина, выносливость с желтым показателем. Вот это все. Покнули его. Не, ну бой какой-то не динамичный, дурацкий бой какой-то. Ну, это, наверное, первые противники еще. Мало интересные. Ну, ладно, короче, игрушка хорошая. Так, поиграли мы в три игрушки. Сейчас вам покажу еще четвертую игрушку. Тоже классная игрушка. Вот в четвертую я играл. Предыдущей игрой не играл. Сейчас ставлю пока на полосу. Вот, покажу, как называется. Называется Alien Zone. Тоже офигенная игрушка вообще. Это такая игрушка в стиле... В стиле Hack'n'Flash. В стиле Alien Shooter, в стиле Zombo Shooter. Ну, красивее намного. Вообще, графика оболденная. Причем, эта игрушка малоизвестна. И там разнообразные уровни. Ну, все действия сходятся к мочилову, конечно. Действия очень примитивные. Ну, что прикольно, разнообразные враги. Игрушка такая тоже олдскульчаной попахивает. В хорошем смысле этого слова. Потому что олдскулл в игре мне, конечно, нравились больше, чем сейчас современные. Сейчас современные игры стали очень тупые. Все плееру объясняется, то бишь, игроковки объясняются. За ручку уведут по всем уровням, по всем картам, по всем стейджам, левелам, локациям. Тише сделаю, чтобы не перекрикивать. Раньше были такие игры, в которых надо было самому сидеть, втыкать, разбираться. Зачастую они все были на английском языке, за счет чего не подтягивались в английский. Изучали его по играм. Сейчас немножко блики у меня на экране смартфона, потому что... Вот, можно поставить турели, кстати. Турели помогло мне их перебить, но турели мало, их надо экономить. А это что за хрень? Какое-то обноложение... Ускорение выстрелов, что ли. В общем, игрушка тоже бомбовая. Очень классная, я поиграл, прошел пару-тройку-четверку уровней. Но не на этом смартфоне, на этом первый раз играю. Давайте таскаем еще турели. Чтоб спасти жизнь солдатам. Здесь солдат могут убить, могут выжить, все зависит от вас. Имитация свободы выбора такая определенная тоже. Я думал, уже все, левел комплит. Потом оружие будете другое покупать, прокачивать там героиню свою. И т.д. И т.д. В общем, игрушка очень прикольная. Она, кажется, примитивная. Она, в принципе, такая есть, потому что все построено. На стрелялке. Может, кто-то когда-то играл давно в Space Age. В 2008 году уходила, кажется, игруха. Тоже похожая, кстати, очень. Только здесь на мобилах уже. А то было на компьютере в Space Age. О, сраный робот, ни хрена себе. А, это мой, кстати, робот, за нас. О. О. Не, вообще, игрушка зачетная. Ладно, короче. Я проходить дальше не буду. Выхожу. Ну, вот, смотрите, короче. Ставил я на паузу несколько раз. Где-то минут 35 прошло. 23-я минута видео. Ну, вот, минут 5-6 я отходил там лимонад делал. Потом пил. Выжимал. Короче. Ну, минут 35 прошло. Получается, за 35 минут сел он на 13%. Было 50, стало 37. По нагреву. Нагрелся он или нет? Практически не нагрелся. Вот эта верхняя часть, верхняя рамка теплая. И теплый вот здесь, спереди, экран. Все. В общем, автономность у него очень странная. Он себя показывает. То в некоторых играх очень хорошо держит, в некоторых плохо. Но автономность здесь, ребята, конечно, не чета Samsung 7 Edge. 7 Edge, ну, просто великолепная автономность. В 2, чуть ли не в 2,5 раза лучше держит, чем OnePlus 2. Но OnePlus 2 у меня еще не вошел в рабочую силу. Я им пользуюсь, наверное, еще ровно 2 недели прошло. Но раз 15-20 я его не разряжал, не заряжал еще полностью за это время, раз 7 только всего, потому что пользуюсь им не постоянно. Все, дорогие друзья, до новых встреч, всем всего хорошего. Пока-пока. Трум-турум-тум. Субтитры сделал DimaTorzok